А в Ханты-Мансейской окружной больнице сегодня провели скрининг на глюкозу и холестерин. Медучреждение присоединилось к акции «Диабет. Время действовать». Абсолютно любой желающий мог сдать кровь, чтобы по ее анализу врачи могли определить предрасположенность человека к заболеванию. Тем более, если на данный момент на учете в округе состоит около 50 тысяч пациентов. Следила за процессом исследования и наша съемочная группа. Это глюкометр – устройство, благодаря которому можно оперативно измерять уровень глюкозы и холестерина в крови. По этим данным медики определяют предрасположенность к сахарному диабету – серьезному неинфекционному заболеванию. В окружной клинической больнице на диспансерном учете состоит на сегодняшний день более 2000 пациентов с сахарным диабетом. И ежегодно эта цифра прибывает на 5-7%. Сахарный диабет в большей степени проходит скрытно. Также незаметно развиваются и предвосхищающие заболевания отклонения в состоянии здоровья. Поэтому неудивительно, что для некоторых участников скрининга результаты проверки стали неожиданностью. Решили прийти проверить холестерин и глюкозу крови, так как времени в таком потоке рабочем нет. Поэтому пришли результаты, в принципе, сделали очень быстро. И была немного расстроена, холестерин повышенный. Но доктор меня успокоил, сказала, подойти после отпуска, и мы с ней весь этот процесс урегулируем. Именно поэтому медики советуют проходить исследования регулярно. В Ханты-Мансийской ОКБ скрининг организуют каждые две недели. Нынешнюю диагностическую площадку открыли в рамках программы «Диабет. Время действовать». Помимо Югры, проект охватывает 40 регионов страны. Инициаторы – эксперты Лиги здоровья нации. И как раз диспансеризация, диагностика – это дают возможность и привлекают внимание к здоровью человека. Ведь здоровье прежде всего в его руках. И если он знает содержание сахара, холестерина, свое давление, конечно, он будет принимать меры, чтобы быть здоровым. Также в рамках акции было проведено заседание круглого стола, объединяя усилия в борьбе с диабетом. В его работе приняли участие представители окружной власти, специалисты Департамента здравоохранения и приглашенные эксперты. Основная тема дискуссии – меры по снижению заболеваемости с сахарным диабетом. Пациенты, которые страдают с сахарным диабетом, но еще на данном этапе у них, слава богу, не наступила инвалидность, они получают в полном объеме необходимые лекарственные препараты. Причем в зависимости от типа сахарного диабета у нас нет ограничений. Мы ставим, если это дети, то и инсулиновые помпы подшиваются, если это взрослые, то и инсулины. По итогам заседания специалисты приняли проект резолюции. Она призвана обеспечить эффективную работу в области борьбы с сахарным диабетом и связанными с ним заболеваниями на местном, региональном и межрегиональном уровнях. Данные рекомендации будут объединены в один документ и переданы на обсуждение в Общественную палату Российской Федерации. Ксения Калинина, Владимир Дадыка, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.